Сегодня мы отправимся с вами посмотреть Триесты. Первое поселение на территории Триеста появилось в период предшествующей античности. Во времена Римской империи здесь был развит порт. Во времена правления Октавия Августа появились стены окружающие город. Памятников античности здесь большое количество. Римский театр на 6000 зрителей, достаточно хорошо сохранившейся и обнаруженной в ходе строительных работ в 1938 году, а теперь служащей концертной площадкой. В середине века город был включен в состав Республики Венеция, а с 1382 года территорией завладело семейство Гамсбругов. Именно благодаря деятельности Карла VI появились дворцы и самая большая в мире площадь Пиаца Унитадри, Далия. Выходящая к морю. На этой площади часто собираются люди специально для того, чтобы полежать на ветру. Как-нибудь я вам это покажу. Большую заботу о Триесты проявляла дочь Карла Мария Терезия. По ее предложению вырезали большой канал. В период правления Карла и Марии Терезии город украсился знаменитыми фонфонтанами и дворцами. Дворец Стратти, построенный в 1839 году и перестроенный в 46-м. Фонтан четырех континентов, выстроенный в 1751-м. Палаццо Модель, задуманное как идеал для разработки городского дизайна. Ой, множество здесь архитектурных творений. А что мне еще понравилось, это магазин сладостей в Моритании. Я здесь просто застыла. Но об этом магазине я расскажу вам на других своих видео. В начале 20-го века город продолжает хорошеть. Например, в 1904 году построили палаццо Дейлгаверну, облик которого выражает черты эстетики модернизма. Еще один представитель рода Гамсбургов, оставивший яркую страницу в истории, эрцгерцог Максимилиан, по проекту которого построена крепость-резиденция Миромары, окруженная садом и парком. После Первой мировой войны Триесте вошел в состав Италии. Об этом рассказывает подлинный якорь и скульптура, поднимающая над городом итальянский флаг матроса с корабля Удачи, установленная в 1918 году. Кухня представляет собой интереснейший ансамбль австрийской национальной и средиземноморской кухни, богатой морепродуктами. Если приезжаешь в Триесте впервые, необходимо попробовать блюда, характерные именно для этого города. Например, суп йота, очень вкусная, с овощами, мясом, оливковым маслом, квашеной капустой, зажаркой из пшеничной муки. Также мне еще понравился суп Радетто, из некрупной морской рыбешки. Порт Триеста – это портовый город с четырьмя гаванями, принимающий грузовые и пассажирские суда. В Триест привозят разнообразные грузы со всех концов света – нефть, уголь, хлопок, фосфорные удобрения, джутовое волокно, железо и прочее. Из Триеста вывозят пиломатериалы, продукты переработки нефти, цемент и прочее. Основные направления грузоперевозок – Австрия, Чехия, Венгрия. Порт Триест имеет свой завод по переработке нефти, судостроительную верфь, судоремонтные доки. Прямо из порта нефть поступает по нефтепроводу в Германию. Из Триеста отправляются пассажирские круизные комфортабельные лайнеры, на которых можно совершить увлекательное семейное путешествие по Адриотическому и Средиземному морям по нескольким маршрутам. В 1927 году появился маяк, ставший памятником морякам-героям, погибшим в сражениях Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны территория была оккупирована, и с 1943 по 1945 здесь работал концлагерь, уничтоживший 20 тысяч евреев. Об этом страшном периоде рассказывает экспозиция музея Ресиера Ди Сан-Саба, который занимает помещение бывшего лагера смерти. В общем-то в Триесте смотреть не пересмотреть, одного видео не хватит, одного дня тем более. Приятного просмотра и до новых встреч в моих новых видео. Пока!